Рабочий визит уполномоченного по правам ребенка начался с посещения детского сада 37. Построили его в августе 2014 года по программе губернатора. После открытия в Гурском поселении очередь до школьного учреждения полностью исчезла. Омбудсмена приятно удивил стенд по правам ребенка. Такие уголки нужны во всех детских садах, подчеркнула Пушкина. Дети с малого возраста должны знать свои права. Уполномоченная по правам ребенка отметила комфортные условия и правильные пандусы для особенных детей. Очень правильно. Прямо молодцы. Прямо молодцы. Оксане Пушкиной показали и новый футбольный стадион, на котором обычно проходят районные и областные турниры. Сейчас в Гурском поселении несколько футбольных команд, в которых есть даже девушки. Тренер надеется, что большинство его подопечных – будущее нашего футбола. Есть надежда, что из этих парней, парни, слышите, я при вас, но о вас, что из вас все-таки вырастет смена настоящая. Конечно. Нашей сборной. На месте вот этой детской площадки раньше были деревья и заросли. Инициативная молодежь обратилась к местной администрации с предложением сделать здесь спортивную площадку. Оксана Пушкина подчеркнула, что будущее за сильными и спортивными ребятами. А на другую игровую площадку, которую показали омбудсмену, приезжают аниматоры и занимают детей на несколько часов. Оксана Пушкина посетила и местную амбулаторию. Дом молодежи порадовал ее разнообразием творческих и спортивных кружков. Уполномоченный по правам ребенка даже попробовала себя в роли теннисистки. После посещения культурных и образовательных учреждений Оксана Пушкина встретилась с многодетными мамами. Они напрямую смогли обратиться к ней и попросить о помощи. Проблемы у всех разные. Кто-то не может получить земельный участок несколько лет, а кого-то не берут в садик. Самостоятельно мамам пока не удалось разобраться с этими вопросами. Омбудсмен пообещала найти пути решения. Светлана Иванникова специально приехала на встречу из Кубинки. У нее четверо детей и живет она сейчас в общежитии. Оксана Пушкина подчеркнула, что Светлана сделала все правильно. Она написала, она обратилась. Без официального обращения сделать ничего нельзя. Помимо системных каких-то больших преград для исполнения той или иной задачи, все остальное это только от незнания наших законов. Вот и все. Что еще? Радостно, что я вижу на таких встречах многодетных мам, которые приезжают из ближайших окрестностей. Мы уже действительно дружим, мы все живем вместе. Откуда они узнают, что где-то какие-то встречи я не знаю, говорят сарафанное радио. В конце рабочей поездки Оксана Пушкина побывала и в Ледовом дворце. Несколько лет назад она выступала в шоу «Звезды на льду» вместе с Алексеем Ягудиным. Детский омбудсмен подчеркнула, что в горском поселении очень хорошо и уютно. Здесь как-то все хорошо. Я вижу какие-то ямки на дорогах. Я понимаю, что это не в компетенции местных властей на сегодняшний день. Но это все исправимо. А в целом детские сады и старые, и новые, потрясающие. А вообще вот самое главное, я не устаю повторять, но, собственно, я не открываю никакой новой формулы успеха. Человеческий фактор. Глава района. И если он вялый и никакой, такие бывают, значит, мы живем плохо. А если глаза горят и сердце бьется, то мы живем так, как в горках. Оксана Пушкина поблагодарила тех, кто не молчит о своих проблемах. Она подчеркнула, что вместе можно сделать много. Глава горского поселения пригласила уполномоченного по правам ребенка в гости еще раз на День поселка. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.